Данный эпизод шел прямо за событиями конца первого эпизода, где актрису и знаменитость Анну посреди ночи застали в квартире весьма странно и настойчиво поражавшим Махе поведением. При этом в эпизоде прозвучало некоторое число откровений в возможном направлении этого сезона. Все разберем, кратко изложим и объясним. Приступим. Американская история ужасов, 12 сезон, второй эпизод, разбор финала. Это видео с содержанием спойлеров. О концовке. Продвигаясь к финалу данной серии, мы увидели, как после того, как Анне написали долгожданное известие, что она беременна, прямо на торжествах, она встретила неизвестную женщину, которая дернула ее за живот, и та толкнула ее, сильно напугав. При всех стрессах в ее жизни, говоривших ей обо всем, связанным с, чтобы гарантировать безопасность ребенка и занять путь без проблем, они с Дексом решили отдохнуть за городом. Там стало понятно. Анна потеряла долгожданного ребенка. В больнице нам представили медсестру Айви. Это персонаж, которого играла Карди Левень. Она сделала Узи Анне. После этого исчезла навсегда. Больница забыла ее. Мне кажется, это могло произойти в голове Анны. Айви оставила палочку для Узи там, где она ее нашла. Вещь выглядит использованной. Мы слышали, врач сказал, что Анна давно не делала Узи. Если бы его сделали тогда и там, то без сомнения, оно было бы там, и он бы знал об этом. Вот что заставляет меня думать. Возможно, это происходило не в реальности. Особенностью был темный оттенок, которым освещалась конкретная сцена. Как это выглядело по сравнению с действительностью. Если же это случилось на самом деле, то, возможно, связано с Шабашем ведьм, о чем я скажу позже. В жизни Анны происходят сверхъестественные события, поскольку зеркало крутилось во время танца с Шивон в ее комнате. Совпадение? Не уверен. Странно, если так. Я считаю, тут действуют темные силы. Характер Миссис Проповедник. В этом эпизоде мы узнали много нового о Миссис Проповедник. Хотя меня смущало, реальна ли она после первого эпизода, я думаю, как я сказал ранее, она реальна. Но образ госпожи. Проповедник – это то, что появляется в сознании Анны и увеличивает уровень стресса, который она испытывает. Мы видим, как Анна почти коротает дни и становится чрезвычайно забывчивой в том, что она делает, и в людях, с которыми она разговаривает. Может ли это быть связано с тем образом, который она имеет о госпожи? Проповедник в ее голове, когда она видит ее, она почти одета в костюм сатанинского культа, и вокруг ее рта всегда присутствует кровь. Когда мы посмотрели, что Миссис Проповедница разместила пост в интернете, мы увидели, что она очень увлекается теориями заговора. И в частности, была пара, которая действительно выделилась для меня. Она интересовалась королевой Марии Пьях, которая также более известна как Крововая Мэри, и заговором вокруг нее, заключающей сделку с дьяволом, чтобы обеспечить себе место на троне. Была еще одна, где она обсуждала группу тайных ведьм, которые были частью сатанинской организации, проникшей в Голливуд, в которую Анна должна была вписаться. Типы вещей, которые Миссис Проповедник выложил, и тот факт, что это было сделано три дня назад в день переноса эмбрионов, когда Анна увидела Миссис. Проповедник в видении в сатанинском наряде. Это заставляет меня думать, что Анна уже видела эти посты, которые Миссис А. Проповедник так и сделал. И, возможно, именно это и заставило ее задуматься о встрече с Миссис. Проповедуйте так, как она это делает в своей голове. Думаю ли я, что настоящая Миссис? Проповедник преследует Анну. Этого я не знаю, и это можно интерпретировать по-разному. Но я думаю, что Анна больше знакома с госпожой. Проповедник, чем то, что она осознает. И это может быть связано с ее забывчивой натурой в данный момент. Кто хочет заполучить Анну? Так-то очень похоже на то, что Анна даже не чувствует себя в безопасности рядом с людьми, которые должны быть рядом и заботиться о ней. В этом эпизоде было несколько случаев, когда что-то казалось немного подозрительным. Например, Шивон сделала Анне укол витамина В12, который должен был помочь ей и улучшить самочувствие. Но на самом деле он выглядел как пробирка с кровью. Когда Анна спросила, будет ли то, что она собирается употреблять, приемлемо для ребенка, Шивон ответила, «Сделаю ли я что-нибудь, чтобы причинить тебе боль?» Улыбаясь. Это посеяло первые сомнения в моем разуме. Потом произошло следующее. Что показалось мне странным. Там была фотография Декса и его покойной партнерши Аделины с двумя друзьями в месте их пребывания. Я подумала, что это не он разместил там фотографию. Но факт, что камера перевела вид на него, и мы увидели выражение на его лице, полуулыбку. Сознание того, что она видела, заставило меня задуматься о том, что он также мог планировать что-то недоброе. Также стоит отметить, что когда Анна извергла на сцене эту темную жидкость, они вроде и не выглядели особенно обеспокоенными. Они выглядели почти смущенными. И это, как мне кажется, не реакция, которую ожидал бы от доброго друга в такой ситуации. Обычно они бы захотели, чтобы с тобой все было в порядке, сдирание кожи. Был момент в этой серии, где мы видели, что все, что происходило с Анной в ванной, с женщиной, которая хотела сфотографироваться с ней, но в итоге была оттолкнута на пол. Конечно, мы не знаем, было ли это на самом деле, потому что нам сказали, что это галлюцинация. Но даже если это так, я думаю, что в этом есть глубокий смысл. В этой сцене Анна стала очищать слой кожи с лица. Это напомнило мне о поведении некоторых существ, а именно, пауков. Говорят, пауки обновляют свою броню. Паук упоминается в первом эпизоде из-за главной сцене. Может, это отсылка. В Sony 604-404 Дэс Анна появилась на красной дорожке. Актриса забрала всю славу у Анны. Также говорили, что Анна не молода и не стара рядом с ней. Из-за комментария о том, что платье, которое она носила, было то, которое Мадонна надела в 1991 году. И фотограф упомянул два поколения вместе. Мне кажется, что она испытывает неуверенность, будучи под светом софитов. Может, это первое знакомство с этим. Думаю, покажет время, что будет дальше. Лично мне этот эпизод показался не таким хорошим, как первый. Было интересно наблюдать развитие, но не думаю, что получили ответы. Кажется, что сезон шоу будет направлен к концу. Судя по трейлеру к третьему эпизоду, шоу станет темнее. Трейлер кажется очень темным. В нем происходят сверхъестественные вещи. Мы сидим здесь и вопрошаемся, что происходит на самом деле, и что происходит в ее голове. Она себя так ведет. Все это, конечно, не может быть реальным. Ким Кардашьян в этом эпизоде была не так уж плоха. На прошлой неделе я говорил, что она немного похожа на NPC, но на этот раз она справилась. Это не особо впечатляет, но я не сурово сужу. Мне интересно, куда история пойдет дальше, и несмотря на темноту сериала, я надеюсь, что это продолжится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...